Приветствую вас, и первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, это то, что, значит, скорее всего, дело не вас. Ну, поймите меня правильно, вы не написали ничего о себе, в основном вы пишете только о женщине, которая является вашим партнером, и, собственно, вы описываете определенные ее ситуации скованности, описываете определенные ситуации ее сексуального поведения, и, соответственно, поскольку удовольствие от секса с вами, оно все-таки получает, но достаточно без инициативных постелей. Это не связано с тем, что вы ее не возбуждаете. Это связано с тем, что либо у нее, несмотря на то, что ей 30, это не играет никакой роли особой, у нее какие-то комплексы, у нее, может быть, страхи, может быть, она считает себя недостаточно красивой, может быть, что-то еще, такое, в принципе, бывает, вот, либо вы сами делаете что-то, ей не нравится. То есть, да, вы ее утверждаете, в общем, и в целом, но вот то, как вы себя ведете, например, в постели, например, паска ее, и так далее, то, как вы себя ведете в постели, ей не нравится. Ну, такое тоже бывает. Знаете, у женщин в 30 лет уже не свой сценарий сексуального поведения. И в отличие от мужчин, у женщин в сексуальном сценарии всегда жестче. И, скорее всего, женщина жестко знает, чего она хочет, как она хочет, и так далее. Но, не говорит вам. И вот почему она вам этого не говорит? Это вопрос. И вопрос достаточно серьезный. Эффект шикотки, о котором вы пишете, может быть, связан с напряжением. Она просто напряжена, она не может расслабиться, и из-за этого у нее такой вот эффект от того, что вы ее целуете. И, соответственно, это показатель ее недоверия к вам в первую очередь. и это показатель, как это не парадоксально звучит, это показатель вашего отношения к ней тоже. то есть, дело не в вашем сексуальном поведении. С ним, я уверен, у вас все в порядке. Дело в другом. Дело в том, что вы по какой-то причине не внушаете своей девушке доверие. доверие. Она не может с вами расслабиться. Почему это так? Нужно разбираться. Может быть, вы ее не понимаете. Может быть, она не чувствует, что вы относитесь к ней искренне. Может быть, что-то еще. Может быть, у нее страхи. Может быть, вы у нее не первый мужчина, а первый мужчина ее как-то унизил. И теперь она, например, боится показать себя с какой-то не той стороны, чтобы вас как-то не отпугнуть от себя. То есть, вариантов здесь достаточно много. Но важно понимать, чтобы вы сами не принимали все на свой счет. Вот это все делать не нужно. То есть, если у девочки какие-то проблемы, то если именно у нее какие-то проблемы есть, это одно. Это одно. Если у нее какие-то проблемы, но не нужно думать, что дело в вас. Если дело и в вас, то не в сексуальном поведении, а скорее эмоциональном. здесь нужно разбирать достаточно подробно и аспекты вашей встречи и того, как вы встречались, и того, какая сама девушка, есть ли у нее какие-то проблемы или нет. Здесь нужно спрашивать вам, чего вы хотите от девушки, чего хочет она, можете ли вы ей это дать и так далее. Далее. знаете как, в сексе нужно разговаривать и необходимо спрашивать девушку, как ей нравится и что нравится. Необходимо задавать вопрос, нравится ли это, что делаете вы в данный момент или нет. Если вы будете думать, что она сразу вам все скажет, то есть если вы думаете, что она вам моментально поделится с вами тем, что ей нравится, ну, вы заблуждаете. Потому что иногда бывает так, что девочка даже сама не до конца понимает, что ей нужно. Такое бывает. Поэтому здесь не нужно спешить. Здесь не нужно торопиться. Спокойно, спокойно, просто спрашивать у нее разом-разом, как ей нравится и что ей по душе. и убеждайте ее в том, и вот самое главное, убеждайте ее в том, что вы хотите сделать ей максимально приятно. Вот это то, о чем вам нужно ей сказать. В обязательном порядке. Что вы хотите ей сделать максимально приятно. И вот старайтесь ее в этом убеждать. Чем больше вы будете в этом убеждать, тем сильнее она будет раскрываться. Но, еще раз повторюсь, гораздо лучше, если вы проанализируете с психологом ее жизнь, ее впечатления, ее опыт прошлый и психолог выделит основные моменты, над которыми стоит работать. И далее вы направите свою женщину непосредственно к нам, либо к психологу, либо к сексологу. Ну, скорее всего, к психологу, потому что не думает, что там дело секса, то есть она получает удовольствие, с этим никаких проблем нет. А расстрасти, ну, это именно как это страхи, зажимы и так далее, скользы. А скользность это всегда именно психология, это не психология, так сказать. Вот. Так что ваш вопрос, он касается скорее не сексуальных отношений, а именно эмоциональной и духовной близости, потому что для женщины это необходимое основание, необходимый фактор, без которого она не сможет получить удовольствие. Вам нужно понимать, что женская сексуальность гораздо сложнее, чем мужика. И нужно понимать, что женщину возбуждают далеко не всегда сами ласки. Точнее, ласки-то, конечно, возбуждают, но не они являются механизмом запуска возбуждения. Механизм запуска возбуждения находится у женщины в голове первой очереди. и опирается он на то, что ей нравится, на то, какой мужчина рядом с ней. Вот вы пытаетесь понять, какой мужчина нужен вашей женщиной. И подумайте, могли бы вы им быть без вреда себе, если могли бы встать им. И увидите, как ситуация поменяется. Еще раз повторю, у женщин 30 лет есть четкий сексуальный сценарий. И он более жесткий, чем у мужчин. Вам необходимо этот сценарий узнать. И узнавать вы его будете постепенно. Вопрос в том, готовы ли вы к тому, чтобы узнавать этот сценарий. Готовы ли вы, чтобы вместе с этим сценарием узнавать и свою девочку тоже. Вот на эти вопросы вам предстоит ответить. Ну если ответ будет положительный, то думаю одну, скорее всего в контексте того, что я сказал, скорее всего одну консультацию вам стоит тратить, чтобы все максимально обсудить. Может быть какие-то моменты с вашей стороны нужно будет подкорректировать. Ну а девочке скорее всего необходимо направлять к психологу уже на более серьезные основы. на этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...